Москва, Спола, все без исключения муниципальные образования не застрахованы от возникновения павлов сухой травы, что в принципе должно быть либо недопущено, либо минимизировано. Проверка готовности Сергея Посадского городского округа к пожароопасному периоду прошла 17 марта. В начале в конференц-зале администрации состоялось совещание, которое возглавил представитель главного управления МЧС России по Московской области Алексей Логинов. В составе межведомственной комиссии представители пожарной охраны, лесничества, полиции, добровольцы и сотрудники администрации. В равнице полуцилометра от лесных массивов предположено 8 лесных пунктов, в которых проживает более 1100 человек. Поговорка к пожароопасному периоду у нас начинается с осени предыдущего года, проводится опашка лесных пунктов и лесных массивов. Делается это у нас дважды в год, в сезон, это обычно май и октябрь. После конференции перед администрацией на Советской площади выстроилась техника, которая может быть использована в случае лесных пожаров. Во время проверки участники смотра продемонстрировали свои знания. Водитель по дороге обученный, все нормально, как пользуется. Устение есть? Фото, видео, да? Как отправляете туда? В нашу вышестоящую гарнизацию. Ежесуточно в Сельдио-Посадском пожарно-спасательном гарнизоне на дежурство заступают около 100 сотрудников. В этом подразделении с учетом резервной техники свыше 50 машин. На Советской площади представлены только образцы. Часть пожарной техники на дежурстве. Все образцы достаточно современные и готовы работать в случае пожара. На сегодняшний день мы достаточно мощный пожарно-спасательный гарнизон. У нас в сутки заступает больше 25 единиц техники, специальной пожарной, которая в случае ухудшения обстановки может выдвинуться к месту пожара. Я думаю, что мы даже своими силами готовы справиться с ним. Но всегда готовимся, как говорится, к наихудшему сценарию. Поэтому и проводится и смотр техники. Информация о пожаре поступает в единую диспетчерскую службу 112, где установлена специальная компьютерная программа, которая позволяет мониторить территорию лесных массивов круглосуточно. При поступлении информации к дежурному, либо при поступлении информации к операторам 112, наш дежурный, естественно, докладывает это все по команде, поднимаются экстренно-оперативные службы, контролирует, как они выехали, осуществляет с ними тесные взаимодействия и все держит под контролем. То же самое под контролем он держит на основании вот этого программного обеспечения лесничек. Когда спутник пролетает на территорию нашего округа, он видит, если где-то возникают лесторфяные пожары. Территория Сергиево-Посадского лесничества составляет почти 104 тысячи гектаров. В пожарном отношении проблемные районы – это Силково и Шеметово. Там расположено много торфяников. Лесопожарная станция, расположенная в лесхозе, укомплектована четырьмя пожарными машинами. Во время пожароопасного периода спецтехника патрулирует лесные массивы. При возникновении обнаружения любого возгорания сразу сообщается в лесничество, и участковый лесничий выезжает, оценивает обстановку. Существует еще у нас пять видеокамер на вышках сотовой связи, которые работают весь световой день, постоянно мониторят территорию. То есть охват территории 100% всех наших лесных массивов. Точной даты начала пожароопасного периода пока нет. Все зависит от погодных условий. Как только растает снег и высохнет земля, возникнет угроза загорания прошлогодней травы. Ориентировочно начало пожароопасного сезона начнется в начале апреля и продлится до середины осени. Всего в Московской области подвержено угрозе возникновения природных пожаров 25 муниципальных образований, в том числе и Сергио-Посадский городской округ. По итогам смотра конкурса убедился, что техника и личный состав соответствующих организаций и учреждений, которые, соответственно, приспособлены для работы при возникновении природных пожаров, знают свои функции и задачи. Можно сказать, что оценка положительная. При наступлении пожароопасного периода запрещается разводить костры в лесах и выжигать сухую траву. За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена административная и уголовная ответственность. Полина Иноземцева, Антон Каврижных. Тема.